Добрый день, здравствуйте! Сегодня с вами приготовим такие слоеные пирожки, можно сказать. Это называется бурма. Будем готовить его из овощей. Для этого нам понадобится растительное масло, йогурт, соль, перец, яйцо, картофель, тыква и лаваш. Или же можете приготовить тесто сами, раскатать. Я отварила, нарезала овощи, отварила их. Картофель, естественно, до полной готовности. Сделала пюре, но не добавила сюда молока, не добавила масла. Тыкву тоже отварила просто так. На 100 грамм тыквы, там 2 столовые ложки воды, ставите 7 минут на медленный огонь, а он готовый через 7 минут. Теперь размешаем масло, йогурт. Это столовая ложка йогурта у меня, столовая ложка растительного масла. Это все рассчитано на 2 лаваша. Посмотрите, вот таких 2 больших лаваша. Это может быть и турецкая ювка, и может быть лаваш, который вы сами сделаете. Ну, если маленькие, то 2 маленьких, а посчитать, то 10 штук получится. Ну, посмотрите, вот у меня получится 6 штук, а вы посмотрите на свое усмотрение. Если хотите много, значит вам понадобится несколько раз умножить все это. Теперь берем, я разрезала эти лаваши на 4 части. У меня получилось их 8 штук. И теперь на каждый кусочек буду накладывать второй. А масло, йогурт, я добавлю сюда соль и паприку, чтобы немножечко цвет был такой приятный. Если вы не хотите, добавляйте обычный перец, соль, перец добавляю и мешаю. Если у вас ювка или лаваш, купленный в магазине, будет сухой, можете добавить сюда пару ложек воды или молока. Лучше воды, тогда она будет более мягкая, и вам удобно будет с ним работать. Вот сейчас я покажу, когда он сухой, как неудобно. Вот смотрите, лаваш у меня уже в холодильнике, наверное, 3 дня. Ну, естественно, в упаковке. И он как бумага, я не могу с ним работать. Посмотрите, я его заворачиваю, а он как бы не слушается меня. Чтобы такого не было, или делаете сами тесто, или же добавляете в йогурт с маслом воду. Намазали, не торопитесь чуть-чуть, пусть оно немножечко станет таким влажным. Все, теперь все, концы вот эти накрываем и поворачиваем то, что мы приготовили. Получается вот такое. Похожее что-то на цветок. Опять же, я уже сюда добавила воду. Хорошенечко все это смазываю. Очень хорошо, когда он немножечко остренький. Все-таки картошка любит остроту. Ну, так как это для внучки. Я сюда острого перца не добавила, а добавила только паприку. Теперь смажем хорошенько. И как бы защипляем середину и начинаем крутить вокруг своего пальца вот эти концы. Получается такой мини-стаканчик, который... Теперь наполняем вот это все картошкой. И потом берем с углов кусочки, кончики, закрываем его. Все, вторая тоже готова. Теперь я сделаю с тыквой. А для того, чтобы сделать с тыквой, тыкву я не солила, сахар не добавляла. Просто тыква и все. Просто после того, как я смажу тесто свое, насыплю немножечко корицы. Вы можете в тыкву тоже добавить корицу. Очень приятный аромат. И в то же время оно подсластит. Вот видите, я чуть-чуть корицы добавляю между двумя кусочками. И теперь выкладываю, перекручу это все и выкладываю сюда тыкву. Когда кусочки маленькие, из них не очень красиво получается вот этот бухча, бурма. А когда оно немножечко крупное, и еще когда у вас, если вы сделаете свое тесто слоеное, то это будет еще красивее. Так что смотрите сами. Но если вам позвонили гости и говорят, мы идем к вам на чай, то вот самый-самый оптимальный вариант. Вот взяли, быстренько сделали и в духовку. Вам даже полчаса не понадобится. Ну, понадобится, чтобы картошку отварить. Вот так, последнюю. И все. Как видите, сильно вот прижимать тоже не надо. Ну, последняя была совсем из кусочков, поэтому пришлось ее так немножечко прижать. Вот такие они у меня получились. Правда, скажете, что за вид такой. А посмотрите после того, как вы их приготовите, что будет. Честно говоря, мне они всегда нравятся, потому что не надо трястись, не надо лепить, не надо делать тесто. Все очень быстро и вкусно. Теперь я возьму один желток. Белок нам не нужен. Добавлю туда чуть-чуть, если у вас есть шафран, добавьте чуть-чуть шафрана, чтобы аромат тоже был. И намажу сверху. Как раз на 6 штук уходит один желток. Вы не смотрите, что тут всего 6, а между ними сколько пространства. Видите, оно туда затекает, и одного желтка еле-еле хватает на 6 штук. Блюдо, я считаю, что вегетарианское. Так что, вегетарианцы, вперед! Можете со спокойной душой готовить. Если вы не едите яйца, можете не добавлять, не смазывать сверху, а смажьте сверху просто маслом. И все. Вот так. Идем в духовку. Духовка должна быть заранее разогретая, 200 градусов. Выпекается все это 15-20 минут. За 15 минут они уже начинают такие, становятся розовенькие. Теперь, чтобы отличить, там, где тыква, я посыпаю корицей, а там, где картошкой, естественно, мне придется вот так ее чем-то другим. Ну как? Понравилось? Теперь идем в духовку. Скоро встретимся. Прошли 15 минут, 20 минут я не стала дожидаться. Я достала готовые мои бурма и выкладываю ее на любимую мою тарелку. Вот таким образом я могу встретить гостей, которые мы, как говорится, позвонили. Так, не заранее предупреди в меня. Вот, позвонили, что мы едем. Ах, вы едете? Вот, тогда получайте. А посередине можно какой-нибудь соус. Это в моем случае это кетчуп, потому что я не стала готовить соус. Просто положила маленькую пиалочку, а туда выжимаю кетчуп. Кетчуп можно размешать с майонезом или с йогуртом. Туда чуть-чуть зелени, тоже будет очень вкусно. Или просто с оленьем можете туда. Ну, если это чайный стол, с оленьем совсем не подходит. Ну, как понравилось? Мне тоже. Знаете, надо обязательно поделиться. Поделиться, поставить лайки, написать комментарии. И кто не подписался, подпишитесь, пожалуйста. А пока, пока-пока. Желаю вам удачи, успехов, здоровья, мира и любви. До свидания.